Ворвался в штрафную и пробил в дальний от вратаря угол. Отскочивший от стойки мяч вогнал в сетку другой сборник Деменко. Во втором тайме Панов еще раз заставил сжаться сердца болельщиков. ...игранным досрочным матчем 18-го тура. И сразу на первых минутах шпал голов. На третий дебют в зимите запорожца Александра Спивака с прострелом вдоль ворот головой 0-1. На шестой минуте второй новобранец гостей. Всковетянин Валерий Цветков сильнейшим ударом за линией штрафной 0-2. Вот это сюрприз. И без Панова. Менее чем через минуту атака динамовцев завершается голой. И опять в исполнении дебютанта теперь хозяев поля владикавказца Спартака Гогниева. 1-2. Такие вот приобретения в клубах. Не раз еще радовали острейшими эпизодами болельщиков на стадионе Динамо и питерцы и москвичи. Но победа осталась за зенитом. 2-1. Вложил на газон. Удар Куртияна с точки а-ля Сократес был точен. В концовке тайма темп игры несколько спал. И в завершающей стадии атаки соперники грешили неточностью. Похожая картина наблюдалась и после перерыва. Впрочем, будь Деменко чуть точнее, исход матча был бы предопределен на 49-й минуте. С выходом на поле Авакова атакующие действия автозаводцев стали более осмысленными. Но и ему застать врасплох Малафеева не удалось. Зенит в какой-то момент попытался сыграть на удержание счета и едва не поплатился за это. Даев на 69-й минуте проверил готовность питерского вратаря к дальним ударам. А чуть позже Бурченков заставил понервничать своего тренера и вскоре был заменен. На несколько минут игра была остановлена после столкновения Корнюхина и Огородника. К счастью, обошлось без травм. А на 77-й минуте свой шанс отличиться упустил кормильца. Расплата за халатность последовала незамедлительно. После поданного Угаровым углового Литвинов подыграл рукой, что не осталось незамеченным арбитром встречи. И Николай Фролов во второй раз указал на 11-метровую отметку, справедливо посчитав, что защитник нарушил правила. Осипов пробил не сильно, но точно. 2-0. Довести дело до разгрома Деменко помешало длительное отсутствие игровой практики. Других объяснений нелепому промаху по пустым воротам найти трудно. А Огороднику отличиться в дебютном матче за «Зенит» не позволил защитник гостей. 20 тысяч зрителей уже вовсю праздновали победу, когда свою ложку дегтя им вылил Жоан Дюво, по замысловатой траектории перекинувший Малафеева уже в добавленное судьей время.